Рубин Семенов Леви и Иуда, Иссахар, Завулон, Имени Амин, Дан и Нефалин, Гад и Есир. Иосиф И восстал в Египте новый царь, Который не знал Иосифа и сказал народу своему, Вот народ сынов Израилевых многочисленный сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, Иначе, когда случится война, соединится и он С нашими неприятелями и вооружится против нас. И выйдет из земли нашей, и поставили над ним начальников работ, Чтобы изнуряли его тяжкими работами, И он поставил фараону Пифом и Рамсес. Города для запасов, и он иначе Илеополь, Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, И теперь более возрастал, так что Египтяне опасались сынов Израилевых, И потому египтяне с жестокостью Принуждали сынов Израилевых к работам, И делали жизнь их горькою, От тяжкой работы над глиною и кирпичами, И от всякой работы полевой, И от всякой работы, Которой принуждали их с жестокостью. Царь Египетский повелел Прививальным бабкам евреянок, Из которых одно имя шифра, а другой во, И сказал им, Когда вы будете повивать у евреянок, То наблюдайте при родах, Если будет сын, то умершвляйте его, А если дочь, то путь живет. Но повивальные бабки боялись Бога, И не делали так. Как говорил им царь Египетский, Вставляли детей в живых. Царь Египетский призвал повивальных бабок, И сказал им, Для чего вы делаете такое дело, Что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, и прежде нежели придет К ним повивальная бабка, Они уже рождают. За сие Бог делал добро Повивальным бабкам, А народ умножался, Весьма усиливался, И так как повивальные бабки боялись Бога, То он устроял дом их. Тогда фараон всему народу своему повелел, Говоря, Всякого новорожденного у еврея сына Бросайте в реку, А всякую дочь Оставляйте в живых.